Девчонки, ребята, Кривори Барташи, Скорнеож, воскресное, теплое, хорошее, солнечное утро. Всем привет. Завтракаем. У меня сегодня, как у буржуина, на завтрак роллы Филадельфия. Вчера купили и так и не съели. А знаете почему? Мы в Глобусе купили селедку под шубой необыкновенной вкусноты, полкилой. И заточили ее, и даже про роллы не вспомнили. Положили в холодильник, я думаю, я на завтрак, я люблю с кофе роллы. Вот такая вот особенно специфика с утра. Филадельфию, прям милое дело, заходят прям велись. Буржуйские замашки. Да, да, да. Ну, москвичи, сами понимаете, что такое. А у Марики... Не надо меня приплетать, я из Брянска. Марики, простой завтрак брянского работяги. Что у нас тут? Творог. Топленый молочный... Творог. Как скажешь. Рассказай. Туда обычный творог положили в цирковую маленькую массу, вот такую маленькую шоколадную крошку. И утопленое молоко горячее, а сметана. Сейчас вот ватрушку съем. Вот такой. Легкий золотой. Куда же мы без забавных историй, девчата? У нас вчера... Расскажи про сектанта-то. А, идем мы в глобусе молоко подостаю. Идем мы в глобусе. Вика потерялась, я иду сзади. Потом у меня в руках вещи, которые я набрала. Держу там туалетная бумага вот такая. Что-то еще. А я где-то с тележки, там непонятно где. Да, да. Ну, как всегда, еще я даже телефон не могу достать, потому что у меня вот это все в руках. Позвонить. Идет женщина высокая такая. Ну, очень высокая. В платочке каком-то... Ну, вот как-то он повязан вот так. Похоже вот эти, как женщины, воцерковленные. Не, мы тоже в церковь ходим, мы в Бога верим. Ну, именно вот такие вот есть платочек. Вот так. Куртка такая длинная. Описываю просто, чтобы понятно было. Длинная куртка такая, легкая. Оттуда еще длинная вот такая юбка. Колоколом торчит какая-то, клетчатая. Ну, вот так она одета обычно. Вот. Ну, просто обращаю внимание на детали иногда. Вот эта женщина идет, идет. Высокая такая, выше всех на голову. Смотрит. И на меня смотрит, подходит. Наклоняется. Почему наклоняется? Потому что мой рост, соответственно, по сравнению с ней. Вот так. Она с большой тележкой. А в тележке внизу лежат. Ананасы порезанные, что-то еще там. Ну, то есть еда такая, я тебе скажу, не прям вот бедная. Ну, что-то не знаю. Я не... Анализировать тогда у меня не было, как сказать, даже мотива какого-то. Просто потом, что вспомнила, то вспомнила. Она наклоняется ко мне и говорит, это у меня помощь требуется. Помогите. А я думаю, наверное, что-то подержать физически, может, что. Хотя, думаю, вроде же у нее руки не заняты. Тележку катит. Ну, думаю, мало ли. Вот сразу мысль промелькнула. Она говорит, помогите мне. Я, говорит, из какого-то издательства. Я прослушала какое. Дайте там немного, чтобы продукты купить. Нам надо до какого-то издательства. Да, какие-то продукты купить. Так я вот хожу, сейчас прошу. Голодные поэты. А я говорю, а я смотрю на нее, говорю, я говорю, тоже... А я вот сейчас я именно не врала ничего. Почему? Потому что я была совершенно без карточки, без всего. Мы с Викой пошли. Мне, говорю, меня тоже привели. Говорю, вот я тут набираю себе. Сейчас подойдет девушка, потому что, говорю, тоже набираю. Меня тоже привели. Она, да, она... Совершенно серьезная, причем лицах, причем камень. Она, она же прям стрепенулась. Почему? Потому что, говорю, наверное, ну, не могла понять, или ее сейчас вот разводят, либо действительно... Ну, знаете, я тоже так выгляжу, там, стрижка короткая. Вот это все стоит худенькая. Короче, думает, может, тоже привели. Ну, скорее всего, она, может быть, и даже не на издательство собирала. Конечно, нет. Думала, может, она из таких же, как и я. Не знаю. Хотя вдруг она правда на какое-то издательство. Которых приводят без карточки в магазин и покупают еду. Слушай, а вдруг она правда на какое-то издательство? Мы сейчас смеемся. Слушай, ну ты мне скажи, там голодные поэты или что случилось? Я не знаю. Почему говорить, почему не сказать прямо, я не хочу работать, я хочу есть. Вот и все. Потом она пошла дальше и вот так вот высоко осмотрела тоже вот так по сторонам. Видимо, кому подойти еще попросить. Вот ты знаешь, я за подкупающую честность. Вот, наверное, может быть, я даже бы дала бы денег, если бы человек честно сказал, я не хочу работать, но мне очень хочется поесть. Дала бы ты. А вот ты знаешь, вот дала бы, знаешь, из-за чего? Из-за того, что честный человек сказал. Вот честно сказал. Не хочу работать, но хочу есть. А эти вот стоят и говорят, дайте, я хочу работать, хочу выпить, дайте денег. Алкоголикам нет. Люди, которые подают по прошайкам на улицах вот этим алкоголикам, это спонсирует их грех, спонсирует их пьянство. Если бы мне подошел и сказал, я не хочу работать, дайте денег, я бы еще лекцию ему прочитала о пользе труда. Согласна. Труд облагораживает человека. Да. Это точно. Внимание. Что? Первый глоток кофе за наших подписчиков. Как я люблю, да, вот это вот, когда еще рецепторы свежие. Просто вот, когда воды стакан выпиваешь, и потом начинаешь кушать, что-то завтракать, начинаешь с кофе. А какая свинья в воскресенье работает, слушай? Какая-то свинья, которая платит за него. Это не нашу? Подожди. Нет, мне кажется, с той стороны. А откуда? А мы с тобой все равно не поймем, потому что в доме могут быть вообще, там, я не знаю, на пятом этаже шуметь. Непонятно абсолютно. Ну, кстати говоря, у нас вот постоянные вот эти вот в чатах дебаты, там, типа, почему у вас нет шумоизоляции, почему вы там это шумеете. Ну, на разных этажах люди пишут. В смысле шумоизоляции нет? Это не про нас. А зачем? Я говорю, вообще люди пишут друг к другу. Не, не то, что зачем, а чего они это выясняют. Что, мол, мы будем шуметь, а вы шумоизоляцию должны были поставить. Нет, к тому, что, типа, пишет там женщина одна, я слышала, что вы весь вечер ходили на каблуках в квартире у себя. А женщина ей отвечает, уважаемая такая-то, я имею право ходить на каблуках до определенного часа времени. Если мне это нравится, я это буду. Ну, мало ли, может быть, гости, может быть, там, что-то там. А потом сейчас же многие делают, знаешь, как, что каблуки не вредят полу, кладут плитки. Зачем на каблуках дома ходить, мне удобно. Я не знаю зачем, может быть, может, гости пришли, может, ей так, может, она обувь разнашивает, ну, кто ее знает. Клеб с маслом, девчата. Пожалуйста, мне кажется, это у нас. Ой, как вкусно. Сейчас. Опять с микрофоном пошло. Брать интервью соседей, как вчера. Слушай, дверь открывай, заглух. Вернись. Тихо, тихо. Тебя все уже боятся. Кто ты с микрофоном? Нет, это не у нас, это с той стороны. Да я же тебе сказала, с той стороны непонятно где. Да не, ну просто неприятно в выходной слушать это гавно. Не ругайся. Тебе дать сырку? Что-нибудь отрезать хочешь сыр? Ага. Ты что, дорогой сыр, на, шикарный. Не, не хочу шикарный сыр. Даже рекламой не заманишь, сыр есть. Я знаю, что мы сейчас будем сварить потом. Сейчас, когда закончится это, мы включим стоп в путешествие. Да, с нашим любимым блогером, да. Я буду готовить, Марик будет работать. Да. Да, конечно, мне надо сделать протокол. Девчата, вчера... А ты будешь делать этот обзор духов? Да. Я хочу наконец-то... Не дают мне открывать. Говорит, пока я ни обзор не сделаю, не откроешь. Да. Покажу. Что-то как купили. Вы смотрите, твои... Так, ты давай потом. Твои это. Будет обзор, и тогда это. Да, и мои, и твои. Твои унисекс тоже. Расскажи. Потом расскажешь. Мы довольны. Расскажем потом в отдельном блоге, чтобы не мешать все в кучу. До завтраки. Купили вчера форель. Ой, девчата, знаете, что займется? Продается из разных стран форель. То есть вот в глобусе ты приходишь, ну, цены, да, цены, конечно, там чуть повыше, чем даже, например, в спаре. Ну, там качество рыбы, скажи. Качество рыбы хорошее. Понятно, красненькое. Даже вот роллы, да, извини, перебывай. Вот, они какие, как сказать. Попробуй, ничего не будет. Ну, куда? Не хочу. Я же не хочу рисковать, не хочу, не надо мне. Не хочешь рисковать? Ну, ладно. В общем, заходишь в глобус, а там вот, знаешь, вот ряды, вот прям вот тянутся, вот эти вот ряды, ряды с красной рыбы, прям огромный ряд, огромный. Выходишь, подбираешь. Я вчера обратила внимание к странным производителям. Я стараюсь брать отечественных производителей. Не стараюсь, а беру. Прям вот беру отечественных производителей в плане продукта. Далеко не везли, это бонус, да. Выращено у нас все здесь. Ты вроде как уверен, что вот именно момент от поставки до магазина все-таки небольшой. Не замороженный, уже хорошо. Вот. Я карельскую форель эту беру в магазине. А тут, значит, я смотрю, Турция форель, Китай, даже Китай форель. Ну, не надо карельная форель в Китае. Чем она, что она там есть вообще? Кстати, Турция и Турция стоят дешевле, чем карельская. А Китай, ну, естественно, Китай дешевле. Я вообще в Китае, я не знаю. Подожди, неправильно, заезжай, сейчас секунду перебью. Турция чуть, да, 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 самая дорогая карельская, потом идет Турция, а потом идет Китай. Вот так по цене. Да, говори. Чем они там кормят непонятными какими-нибудь? Я вообще не могу в китайцах в этом плане спросить китайцев, конечно, если вы нас смотрите. Очень не уверены, чем они могут кормить эту рыбу. Там у них очень перенаселение просто, да. Питание там, они заменители там всякие придумывают. Чем они эту рыбу кормят? Не надо. Я вот такую скажу вещь. Еду надо покупать хорошую и в небольших количествах, чтобы не есть много. Небольшое ощущение, да. Не есть много и есть качественно. Все, это единственный способ, как бы, ну, чувствовать себя хорошо. Да, потому что если будет в какую-то сторону качнется маятник, да, в некачество уйдет, да, или в пресыщение, то уже будет минус организм здоровья. Есть еще такой момент, что всякие полуфабрикаты, они стоят дороже, чем натуральное мясо. Не надо полуфабрикаты. Кстати, вот по поводу мяса. Курица, которая продается, вот, да, мягко разваливается. Это же не курица. Ну, вы городские жители, допустим, я тоже, в принципе, в городе жила, ну, я помню эту курицу, которая курица. И надо искать, наверное, всегда курицу поменьше, что, может, я думаю, что она не такая рыхлая. Сама по себе. Да? Ну, мы покупаем маленьких просто цыплят, корнюшончиков покупаем. И суп вкусный, с лапшой, с некой... Маленьких, потому что большая, она все-таки мягкая. Ну, не должна мясо птицы, бедрышко так разваливаться. Ну, что это за мясо? Ну, это все знают, что я буду говорить. Ты бизе хочешь? Нет, я уже не хочу. Я хочу сейчас пойти спуститься вниз и найти передачу. Да. Что, бизе купили вчера? Да. Ну, я все хочу, чтобы мы открыли эти дужки, да, посмотреть. А, утром я еще встала и побежала вниз рано утром. Обычно я всегда кушаю с утра. Но Вика спала, а я в подвал. Там место освободили. Виталик привезет эти, свои резины. Взять попросил резину хранить. Что-то у него не получилось. Он обычно в сервисе хранит. Не, ну, там место у нас есть. Мы освободили полку. Там, где лежали эти вещи. Ну, полка это специально для резины. Резину в сборе я бы не стала там хранить, потому что она тяжелая. Давление на резину. А если это резина просто без, ну, просто шина, то туда мы раньше хранили, там шина пустая. Ну, что страшное. А в сборе лучше, наверное, вешать. А там для резины специальные эти, что-то ходят. Извини, я... Ну, ну, говори, говори. Знаешь, перебиваю, извините. Ну, ну, что страшное. Ролла очень вкусная. Ну, понятно. Первый раз взяли в глобусе, обычно в спаре берем. Может, там лучше брать? Очень вкусная ролла. Очень вкусная. Попробуешь? Я тебя очущаюсь. Ну, что такого? Ешь, ешь. Я пойду вниз пущусь. Никому не... Ну, посиди еще пять минут. Ну, вчерашние булочки доешь. Это тебе вот эта большая с яблоком корицы. Или с чем-то это, не помню. Тут странные люди, да? С целужару булочки из пекарни не едим. Да, на следующий день они же постояли. Ну, правда, я в пакеты как лалайк все равно. Чтобы на следующий день начали есть. Вчера для меня целое открытие было. У меня это видео есть. У меня прям глаза на лоб полезли. Мы вчера ходили в ресторан на проспекте Мира в центре. Там цены такие же вот эти вот. Дебек, это же сетевой. А дочка, она у меня на посту. И причем пост, она держит очень не такой строгий. Какие-то времена она ест только холодную пищу растительную. Какие-то времена она ест по субботу и с весенними. Можно с маслом горячая пища. С постным маслом. И вот мы пришли в этот мясной ресторан Дебек. Она говорит, я говорю, слушай, может не надо? Ну, потому что запахи, знаешь, ну, зачем это? Потому что мы-то хотели с Марикой мясо поесть. Я говорю, давай, может быть, в этот китайский поедем. Там что-то тофу. Не тофу, а этот соевый там сырый какие-то. Может быть, поешь там что-то на основе соя. Она говорит, да нет, да я с вами. Ничего страшного. И мы пришли, и там прям вот постное меню есть. Она брала чечевичный суп. А открытие для меня, знаете, что было? Она еще брала гамбургер и полностью из сои. Ну, то есть, как бы, кроме хлеба. Там вот соевая, значит, соевая котлетка, соевый сыр. В общем, вот все-все-все из соя. Девчат, я удивилась, знаете, что? Я попробовала эту соевую котлету. Она вообще не отличается от мясной, от говяжьей. Даже запах такой, запах. Вот, ты знаешь, вот как будто сняла с мангала. Я прям удивилась. Марика тоже попробовала, вообще не отличается. Один в один. Да, очень похоже. То есть, это такое, это вот для головы, это такая психологическая разгрузка, когда ты соблюдаешь строгий пост, и ты к этому как бы, ну, не готовишься в том плане, что ты мясоед, ты животные жиры, животную пищу ты потребляешь, и вдруг ты начинаешь есть, ну, тебе надо вот выдержать полтора месяца, поста. И потом вот вышли оттуда из этого ресторана, мне дочка говорит, слушай, мне такое вот прям вот облегчение, в том плане, что долго придерживался, уже энергии мало, уже как-то вот долго придерживался этого поста, и говорит, вот просто вот для головы разгрузка, что как бы мозг подумал, что это мясо. Ну, вот так, да? Вот для себя немножко такая обманочка. Потому что человек светский, человек, не придерживающийся постоянно вот каких-то вот канонов церковных, это очень тяжело. Потому что у нас же много постов в течение года, новогодние посты всякие. Когда одно дело, когда ты постоянно, вот она первый год держит посты, вот ей сложно. Вот такая вот история, что вот что-то вот необычное происходит. Вот, что у нас еще? Сегодня решили никуда не ехать, прям машину поставила Марик вчера. Да, да ее, во-первых, помыть надо. Ой, она вообще ничего не видна в ней. А мне с ней в ней еще и ехать, это, в среду, в инкомат. Угу. Там вообще ничего не видно, ни сзади, ни с передней. Помой. Когда помой. Значит, у нас что по поводу замены шин? У нас, сейчас скажу о расценке. Марик вчера звонила в два места, сколько там тебя начнет? Не, ну я, смотрите, давай не так. Начнем с того, что если вы хотите сэкономить, вы едете на шиномонтаж обычный, вам на данкратом поднимают, поменяют колесо, одно, второе, третье, четвертое, это будет дешевле, в принципе, если это не центр города. Я делаю с балансировкой, то есть машину поднимают и балансируют потом. Это нужно после зимы, после ям, после ухаба этих. Вот, ну, хотя, кто как. Я тут не это. Сейчас шиномонтажи забиты, сейчас будет. Мы записались в автогермес. Официально дилер у нас берет все вместе. У меня получается масло поменять, будет масло поменять с фильтрами масляными. и это резину поменять. Не резину, у меня колеса в сборе, в принципе, 5 тысяч они за все возьмут. Вот. Отдельно получается то ли 2,200, то ли 2,400, я не помню, сколько они говорили, отдельно резины. Виталий говорит, что-то у него 5 выходит. Ну, у него большие колеса, у него большая машина. Ну, там побольше, да, колеса. Ну, это, смотри, где, да. Сколько в гермесе стоит на круг замена шин на летние и плюс масло? 5 тысяч, да? 5500, что ли? Ну, масло это не обязательно вместе с шинами менять. То есть, это просто я после зимы у нас уже получается, сейчас скажу, ну, вообще мне надо менять масло, да, на 7 тысячах, в принципе. А мы 7 тысяч проехали, подожди. Мы должны масло менять. 5 тысяч выходит. 5 тысяч. 5 тысяч, да. Это все вместе. Но замена масла, она сопровождается еще заменой фильтров. Вот. Это вот сумма вместе с этими суммами. А звонили вот здесь вот у нас еще одна есть фирма, тоже Лада обслуживает. Как она? Автопром? Какой-то пром? Вот здесь вот на углу. Тургмаш. Тургмаш, вот. Тургмаш, и они сразу захотели на 2,5 тысячи дорожных. Там это 7 тысяч. 7 тысяч. 7500. Вот за это все услуги. За все то же самое. Можно, конечно, говорить, дешевле просто где-то поехать там и поменять в ТО, там, гаражи. Ну, гаражи даже не в плохом смысле, как говорят, на гаражах. Есть хорошие мастера в гаражах. Варик у меня заманивает, говорит, поехали вместе со мной. Три часа там, да, где-то гулять надо. Ну, а где я буду гулять? Не, ну, я могу просто. Ну, мы уже как эти, как ходим, как попугайчики вот эти. Тичка и разлучная. Поэтому мне даже и скучно будет. Что мне, еда на голове? Ну, ты ешь и чешешься одновременно, конечно. Пойду я вниз. Смотрите вниз. Я думаю, что тебе надо без меня потерпеть три часа. Я либо дома буду пыль протирать, убираться, либо к дочке заеду, поболтаю, потом ты меня подхватишь. Ну, ты как хочешь. Что я там буду в сервисе сидеть, да? Ну, как хочешь. По магазину мотаться, я обязательно что-то куплю, не то. А, вот еще что. Вчера болтали с зятем, а мы вчера долго. Мы приехали, значит, мы у наших сидели... Выключите. Мы, значит, у наших сидели часа два, наверное. Часа два трепались с ними. Почему? Потому что малышка спала, мы заехали. Заехали, хотели ее забрать, ну, с дочкой. Она спала, а что будить-то? И мы начали трепаться, что зятя тоже с нами посидел, поболтал. И мы что-то болтали-болтали и говорили, я говорю, вот так хочется студию какой-то на море в Крыму, очень хочется. Вот. А зять говорит, а у него, значит, у мамы сестра живет в Анапе. Родная сестра, там три, по-моему, сестры у них. И одна из сестер живет в Анапе. И говорит, что мама хочет... Ну, родители зятя с возрастом хотят, ну, сейчас с возрастом, им уже по 64, по 65, считай, хотят переехать в Анапу. Я говорю, слушай, у меня такая тоже мечта на море. И мы этот момент обсудили, и он говорит, ну, в принципе, он разумный человек. Он говорит, ну, все-таки, слушай, ну, Анапа, она уже как бы вот сто процентов российская, там все, а вот Крым, он, Крым еще колеблется, там вот, ну, чтобы устаканилось. Вот, да, Крым российский, все, но страшно. А что будет? А что будет через пять лет, да, вот, а что это как, вот, Крым вот колыхает. Но Крым мы очень любим просто, это прям вот любовь на всю жизнь. Это, это прям что-то вот нереальное. Мы как в Крым приезжаем, вот такое ощущение, что у нас душа отдыхает, что у нас прям душа разворачивается в Крыму. Вот. И мне еще что, какой момент очень понравился, я подписана на группу. Это, не знаю, реклама или не реклама, но мне кажется, это будет, ну, наверное, пусть будет реклама. Называется Крым нежный. Вот. Группа Крым нежный. И, значит, там все, а, там была такая тема, что хотели ли бы вы жить в Крыму? Ну, типа, переезд для Крыма. Вот. И я пишу в этой группе, да, я хотела бы переехать, например, в Крым, но чтобы от моря, это было примерно, ну, минут сорок езды, чтобы это не была пляжная зона, чтобы это как бы не касалось, ну, курортной жизни не вливалось в бытовуху. Мне хочется спокойно жить, спокойно ходить по магазинам, без, ну, как без туристов, без таких, как мы, которые в трусах бегут в магазин, купить кока-колу и бежать на пляж. Вот. Вот такая вот цуэта, чтобы вот не присутствовала в жизни. И знаете, что, там очень доброжелательные люди в Крыму. То есть нет такого, что понаехали, что вы сюда попретесь, да вам, вы зажрались, и вам, вы уже не знаете, куда чего метнуться, и где квартиру купить, с материка люди, да. Вот. несколько человек, крымчан, дали советы, где можно купить квартиру, в каких городах, там что-то вот. Вот сегодня утром я проснулась, например, женщина из Керчи и дала совет, говорит, у нас очень хорошо, у нас единственное, что как раз вот то, что вы хотите, генеральские пляжи, мы ни разу не были, я не была. Вот Марика, наверное, может и была. А, Крым очень хорошо знает. Вот. Да, 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 да. Нам важно, чтобы поликлиника была хорошая, потому что мы уже в возрасте будем, да. какие-то вот социообъекты, которые нам нужны для пожилых людей уже, таких взрослых. Вот. И эта женщина пишет, у нас, говорит, вот эти генеральские пляжи, как раз то, что вы хотите, 30 минут на машине от города. Вот. То, что вам как раз надо, вы же автомобилисты. Вот. И очень приятно было. Другие люди, другая девушка пишет, а я в Севастополе, говорит, вот как раз то, что вы хотите, вот от Севастополя тоже минут 20 очень хорошие пляжи. И город с очень развитой инфраструктурой. Вот. По поводу Севастополя, была в глубоком детстве, мне, наверное, лет 8 было. С дедушкой мы ездили, но отдыхали под Севастополем, турбазой. Я помню, турбаза была, деревянные домики, там стояли прям вот перпендикулярно морю, и можно было туда, прям вот к морю, вот идешь, идешь, так здорово, там очень красиво было. я помню, вот эти домики, такое ощущение, что стояли вообще на природе. Вот просто вот, я понимала, ну маленькая, я же понимала, что там какой-то курорт, там все, но эта база стояла на таком каком-то отшибе, что вот как будто вот это, как бунгало, вот как будто домик стоит вот прям просто чуть ли не в черте пляжа, вот в зоне отдыха. Вот. Было очень приятно. И вот девушка тоже пишет, да, да приезжайте, вот, ну люди настолько доброжелательны. Вот у нас, и причем в Москве, в Москве знаете, что в Москве говорят понаехавшие, все такое, только те, которые сами свежие москвичи, которые приехали, ну там 10, 15 лет назад, вот говорят, что вы сюда приедете, в Москву не резиновые понаехавшие. А люди, которые всю жизнь, которые родились в Москве, они никогда так не скажут. Вот никогда, я такого не знаю, потому что Москва, она сама по себе город больших возможностей, и кто не выдерживает, кто, ну не может жить в Москве, они сами уезжают, и абсолютно, тут такой отбор происходит, что естественный, как говорится, отбор, что люди, кто может жить в таком бешеном ритме, те остаются, те становятся москвичами в итоге, а кто не может, те уезжают. Я могу сказать, что очень многие мои знакомые, мои друзья, мои близкие люди, какие-то вот москвичи, скажем так, бывшие москвичи, во взрослом возрасте уезжают в теплые города жить, ну это вполне нормально, то есть у них остается здесь недвижимость, они сдают здесь недвижимость, чтобы нормально, как говорится, функционально жить по финансам в других городах, уезжают в курортные города жить, снимают на долгосрочную аренду квартиру, покупают квартиры, у нас, потому что зарплаты, если брать по регионам, конечно, у нас выше зарплаты, вот, и постоянно вот эта миграция, отток, приток идет, и не все остаются в Москве, Москва хороша для молодых, Москва хороша для энергичных, для людей, которые могут, да, вот они держат, скажем так, как, знаешь, как лошадь вот на забеге, вот она бежит, если она ломает ногу или, не дай бог, там с ней что-то случается, она выгорает, устает, Москва вот так отшвыривает, вот просто вышвыривает за пределы, это очень тяжело, вот, поэтому кому как, вот такие вот наши вот рассказы, чего ты? Давай, вообще, я не знаю, я не знаю, хорошо, Марик мне маякует, давай поговорим, наверное, какая-то серьезная тема, вот. Хорошо. Я бы вот про Индию посмотрела. Ну давай, то Индию. Он Гладеш, он Индию, вот смотри, сколько попутешествовать можно. Вот, я сейчас что буду делать? Переодяну старую майку, потому что сейчас рыбу буду мариновать, сами знаете, эти рыбные пятна, если что, в общем, на обед у нас будет рыбка. Вот, что у вас, девчата, ребята, на обед, напишите в комментариях, очень приятно будет почитать. Приятного ленивого воскресенья, пусть оно будет у вас спокойным, без беготни. Вот, отдохните, посмотрите, как вот мы сейчас телек, там, что еще? Полежите на диване, гуляйте с собачкой, погладьте котика. Вот, с вами был Криво Репортаж, искренний ваш. Пока. Пока. Увидимся, услышимся. Всегда вам рады. Все, пока.